Биткоин и эфириум. Какой следующий шаг? Давайте обратимся к графику. Биткоин дошел до показателя для Hail Mary, а затем подскочил до точки, где я фиксирую прибыль. Это была невероятная сделка. Это была отличная сделка, и я так счастлив, что я ее совершил. И да, я упоминала об этом в последнем видео около двух часов назад. Я надеюсь, вы здесь, чтобы посмотреть на это, потому что это была эпическая сделка. Но если вы пропустили, то мы увидим в этом шоу другую грандиозную сделку. Потому что мы собираемся торговать весь день. Каждые два часа я собираюсь снимать видео с некоторыми сделками. И если вы хотите быть частью этого, если вы хотите смотреть это лайв, вы должны быть не только подписчиком кошелька Пандоры. У вас должен быть токен DJ15, и тогда вы действительно станете частью этого. Так что, определенно, обратите на это внимание. Итак, меня зовут DaVinci Jeremy, и я здесь со своим другом IntiCampo. Доброе утро, друзья, как у вас дела? У всех все в порядке. Я уверен, что они взволнованы, они полны оптимизма. Потому что волатильность велика. Потому что, когда биткоин волатилен, это означает то, что есть шанс получить огромную прибыль. И вам просто нужно знать, как правильно торговать. И мы немного поговорим об этом сегодня. Мы собираемся сделать кое-что новое. И если вы не знаете, если вы только присоединяетесь и пропустили предыдущее видео, то сегодня я делаю короткие 10-минутные видео каждые два часа. Это будет от 5 минут до часа. Потому что вы знаете, что именно тогда наблюдается наибольшая волатильность, когда мы приближаемся к следующему часу. И да, это всегда происходит. Мы увидим много волатильности, особенно сейчас. Каждые 5 минут мы видим движение в 1000 долларов. Боже мой, боже мой, это было движение на 1000 долларов каждый день. А сейчас каждую минуту, каждые 5 минут. Да, каждые 5 минут, вау. Да, это просто невероятно. Так что да, мы собираемся посмотреть, что мы можем сделать с рынком с этими 5 минутами и с этим движением в 1000 долларов. И прежде чем мы это сделаем, интересно, что сказать. Да, я уже это говорила, но всегда стоит напомнить вам, люди, что это видео только для развлекательных целей. И это не финансовый совет. Пожалуйста, проведите собственное исследование, прежде чем инвестировать какие-либо из своих трудом заработанных денег на рынке. Хорошо, давайте сделаем это. Давайте сделаем это, прежде чем мы начнем. Еще одна вещь. Ребята, спасибо вам большое. Внезапно большое количество комментариев от мошенников исчезло. Поэтому продолжайте в том же духе. Спасибо, что обмениваетесь сообщениями с мошенниками. Пишите, что ты мошенник. Так что если вы продолжите это делать, я буду проверять сообщения. Я буду делать вас медиаторами, чтобы вы могли удалить любой из мошеннических сообщений, любой из мошеннических сообщений и помочь нам, чтобы люди, которые присоединяются к этой гонке, не проиграли. Потому что это будет эпическая гонка. Хорошо. Итак, в пределах временных рамок, о которых мы говорили, в пределах коротких таймфреймов, рынок просто откатился назад и спускается вниз, чтобы напугать маленьких детей. Шутка, конечно, после этой сделки я имею в виду, что эта эпическая сделка только что закончилась. Прямо сейчас это похоже на то, что это был откат назад, который хочет применить боль людям, которые заработали большим из суммы, думая, что да, да ладно, он пойдет выше, он пойдет выше. Ну, просто так работает рынок. Конечно, это ничего вам не облегчает, вы правы. И поэтому вы просто должны это принять. Так, давайте мы уберем эту сделку, потому что она закончена. Нажимаем здесь, удалить. Это интересно, потому что я видел, если мы вернемся сюда назад, это называется спотовый рынок. И мы переходим к более малым таймфреймам, потому что я увидела кое-что интересное, что привлекло мое внимание. И я заметила прямо там, где моя Hail Mary, есть три к одному дава, который закончился и который начался прямо с этой свечи, прямо здесь. Так что давайте посмотрим. Вот он закончился с той свечой так, что это определенный три к одному дава. Он не складывается таким образом, как бы я этого хотел. Но, похоже, это определенно два к одному. Но давайте просто посмотрим, если он действительно закончит разыгрываться. Это не совсем сделка, которую я сделал. Я делала Hail Mary сделку. И да, эта основная сделка выглядит очень интересно. Я хочу посмотреть, действительно ли она разыгрывается. Но она плохо разыгрывается на пяти минутах. Вы видите, что мы сломались выше 13 EMA, а теперь мы ниже 13 EMA. Скорее всего, мы можем упасть. И индикаторы указывают, что биткоин не перепродан, не переоценен. Но это означает, что у нас есть место для огромного сброса, если бы, конечно, рынок решил так сделать. Я смотрю на эти 15 минут на Bybit. Потому что это место, где вы можете делать сделки. Пожалуйста, планируйте свои сделки на графике той биржи, где вы совершаете сделку. Так что, если она будет Bybit, убедитесь, что вы делаете свой график на Bybit. Если же она будет на Femix, убедитесь, что вы сделали график на Femix. Если вдруг это будет Bitstamp, убедитесь, что вы сделали график на Bitstamp. И вы планируете сделки там, потому что цены немножко отличаются, и вы не хотите запутаться. Особенно на маленьких таймфреймах это вообще необходимо. Так, что мы делаем? Так, но это выглядит не очень хорошо, конечно. Мы создаем сумасшедшую M-структуру. Я не знаю, если это действительно легитимно. Это не лучшее M, потому что она очень короткая и мелкая. Так что я не знаю, хочу ли я считать это как структуру M. Она может, конечно, развернуться. Один порыв этого уровня означает, что мы собираемся вниз с цветными монетами. Я никогда толком не объясняла, что это такое. В целом это смесь RSI и MACD, чтобы определить, когда мы перекуплены или перепроданы. И тогда вы можете увидеть, когда действительно присутствует давление. Так что, когда присутствует белый цвет, это действительно хорошо. Он сильно падает. Если же это черный, красный или желтый, значит, он сильно растет. Сейчас, похоже, что этот рынок основан только на цветных монетах, потому что мы больше ни одного цвета, как было здесь ранее. И это может указывать на дивергенцию. И я бы не стала торговать, исходя из этой идеи. Но это просто дает мне указание, что, вероятно, все не так смертоносно и ужасно, насколько это кажется на ценовом действии. Это то, что мне это указывает, и как в целом установлены цветные монеты. Теперь же я могу их отключить. Так, где это, где мои цветные монеты? Так, вот это. И да, теперь вы видите нормальный график. Красный вниз, зеленый вверх, красный вниз, зеленый вверх. Все просто. Простая диаграмма. Да, я знаю, что многие люди такие, черт возьми, у тебя слишком много всего. Но именно так я это и люблю. Так, я заметила, что мои фибоначчи не отмечают верх. Так, я не знаю, почему он не выбирает фибоначчи. Ой, это потому что у меня включен этот инструмент. Так, хорошо. Перейдем в настройки. Где тут нулевая линия? Я должна быть. Я случайно набрал что-то. И поэтому... А нет, так все в порядке. Так, пора переходить по часовому графику. На самом деле мы только что вступили в новый час. Но я просто очень много болтал. Я просто знал, что не смогу ложиться в 10 минут. Так, хорошо, мы в новом часу. Ну, тут особо нечего сказать, кроме того, что мы все еще в медвежьем тренде. Было бы неплохо снова подняться выше 13 EMA. И тогда мы будем знать наверняка, если он пойдет выше теперь. Прежде чем мы закроем шоу, мы должны вернуться к эфириуму. Он выглядит действительно позитивно, потому что мы создали более высокие минимумы. Это очень положительно. Упс. И позвольте мне просто удалить это. Поскольку вы видите более высокий минимум. Высокий минимум. И если продолжится эта тенденция, то мы увидим некоторые дубль-в движения здесь. Да, мы выходим и возвращаемся. Так что мы ищем хороший дубль-в. Может быть, вот на этом уровне. Прямо здесь, на 1146 долларов. Как только мы это сделаем, нас ждут гонки. Я думаю, что это то, что вам следует подождать. Если на всякий случай эти свечи сломаются, то все, игра окончена. Но если вдруг нет, тогда пора начинать. И это превратится либо в прорыв, либо в восходящий треугольник. Потому что это то, во что он может превратиться на 15-минутном графике. Я бы сказала, сегодня около 4 часов. Нет, скорее 6 часов. Давайте перейдем теперь к ежечасному, потому что у нас новый час. Да, и ничего не происходит. Мы все еще очень в медвежьем тренде. Нам просто немножко подождать и посмотреть, если эта штука оскочит, прежде чем мы сможем сделать что-нибудь. Вы знаете, что нам нужно сделать? Нам нужно просто убрать наши руки с клавиатуры, убрать наши руки с кнопки покупки, положить их под свои бедра и сидеть и ждать, пока рынок даст нам шанс. Ничего не делать, хорошо? Так что нет, у меня нету конкретной сделки для вас, ребята. Вы могли бы надеяться и молиться, что здесь будет отскок. Здесь вы можете установить свой стоп-лосс. Но, знаете, это очень-очень рискованный ход. И то же самое с биткоином. Покупайте здесь. Стоп-лосс на 78,6. Снова очень рискованная сделка. Но также возможно, потому что, вероятно, биткоин настраивается точно так же, как и эфириум. Просто, знаете, это немного иначе. Тут, например, могло бы было быть хорошее движение вверх. И это было бы серьезной позицией. Однако у нас недостаточной информации, чтобы сказать вам. И ты знаешь, это приличная сделка. И ты должен купить это. Хорошо. Это все, что у меня есть для вас, ребята. Так что, да, спасибо за просмотр. Если вы смотрите это в прямом эфире, то Инти наблюдает. И он здесь проверяет все вопросы. На что вы, ребята, имеете право, если вы подписчик Пандоры, а также если вы держатель токена DG15. И да, вы всегда можете посмотреть это на Twitch. Абсолютно бесплатно. Ну, ты же об этом говоришь? Бесплатно? Да, точно. Но ты знаешь, в чем делает Twitch, не совсем приспособлен к этому. Чтобы вы узнали, когда именно я собираюсь транслировать и так далее. Так что, ты мог бы записать токен? Точно. И тогда вы будете точно знать, когда шоу идет и все такое. И вы получите предупреждение. Так что, да, ладно. Мы должны перейти к вопросам и ответам. Спасибо большое за просмотр. И я с нетерпением жду встречи с вами, ребята, через 2 часа. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok